Спецоперация Тромб. Нет тела, нет дела. Это вам не голая вечеринка. На России в клубе праздновали смерть Навального. Российская оппозиция и Украина. Ожидание и реальность. Я Наталья Власова. Подпишитесь на наши соцсети и пропустите. Главное, не сегодня. Даже мертвого Навального Путин боится. Можно по-разному относиться к оппозиционному политику. Вот эта знаменитая Крым не бутерброд, его крайнюю инфантильность с возвращением в Москву, все эти интеллигентно-импотентные протесты, но есть какие-то людские законы. Мало того, что над родственниками издеваются, не возвращая им тело умершего. Вероятно, хотят, чтобы он досидел свой срок до конца, даже, скажем так, в неживом виде. Но вдобавок на федеральных каналах началась вакханалия пропагандистов. Режим, убив Навального, решил еще и напоследок залезть ему в трусы. Поэтому боброедки и прочие представители Останкинского зверинца принялись обсуждать, общался ли Алексей с женой Юлией, почему она не приезжала к нему в колонию, какие между супругами были отношения и почему так, а не как-то иначе, страдает вдова оппозиционера. Да, полиция скорби в виде Марго Симоньян засомневалась в искренности. Когда это происходит в день открытия Мюнсенской конференции, когда там оказываются все главные сектанты, когда у всех оказываются заготовлены некрологи, когда у всех оказываются заготовлены обвинения, кому это выгодно. Когда бешеная реакция позитивная на интервью с Тахером Карлсом, и надо просто перебить волну. То есть последнее, кому случившееся может быть выгодно, это российская власть и Россия. Очевидно, что для России, для российской власти, это самое, что еще и это, да, только этого нам еще не хватало. А для них, ну прям отличный тайм, впереди выборы, поддержка у президента зашкаливает. Теперь еще поддержка во всем мире, на которую поразительно повлияло это интервью, поразительно, потому что такое количество просмотров невозможно себе представить. Это же меняет отношение людей, а эти люди кто? Это люди-избиратели, избиратели, которые голосуют. Они же не пекутся, никто, я имею в виду люди во власти там, ни о гуманных ценностях, ни о свободе, ни о справедливости, ни о чем. Но они пекутся о своих избирателях, потому что они могут потерять свои местечки. Поменялось, значит, нужно вот показать кровавый оскал режима. И когда через два часа после известия о смерти мужа, жена выходит накрашенная, послушайте, ну девочки, меня поймут, даже душ не потекла. Это вы умудритесь так. И с улыбаясь выступает на пресс-конференции. Для меня это говорит о том, что как минимум эта женщина, муж своего любил ты не очень, а пресс-конференции и власти, все, что этим связано, очень. Трое суток на передовицах мировой прессы портреты Алексея. Но волнует ли это кого-то на России? Вон, Песков, традиционно занял позу страуса. Ничего не знаем, не слышали, не видели. Спрашивайте с работников в СИН. Кстати, журналист Невзоров выложил документ. Указ Путина от 19 февраля этого года о награждении руководства Федеральной службы исполнения наказаний. Убийцы быстро получили свои награды. Впрочем, ничего нового. На днях стало известно, что Никите Журавелю, сжегшему Коран, прокурор попросил 3,5 года тюрьмы. При том, что обвиняемый раскаялся в содеянном. А недавно 3,5 года получили, цитирую, россиянских ментов, хулиганы, снявшие в Подмосковье скальп с прохожего. Им просто не понравился цвет волос молодого человека. Так вот, в отличие от этих хулиганов, настоящий экстремист Журавель стал жертвой избиения в Грозненском СИЗО. Как помните, его там побил сын Рамзана Кадырова, Адам Кадыров. А сам Дон-Дон даже выложил это видео у себя на странице. И да, после этого Кадырова-младшего представили к куче правительственных наград. Режим высоко ценит таких, хочется сказать, наглухо отбитых, но, скажу, присмыкающихся перед царем. А помните медальки за возвращение Крыма? То есть получается, что это не несчастные жители полуострова, боясь, что правый сектор будет их пытать за русский язык, православную веру, поддержку партии регионов, попросились и бежали в Россию, проводили самый честный референдум в мире. А кто-то таки готовил операцию по аннексии и был удостоен за это наград. Тут Путин действует по законам уличных банд, где всех участников обязательно мажут кровью жертв, чтобы никто потом не думал спрыгнуть. Зато для трибунала в Гааге проделана кропотливая работа – тщательная перепись военных преступников, убийц и террористов. Впрочем, этот список будет на 90% идентичен списку сенаторов, губернаторов, депутатов Госдуры и всех членов партии «Единая Россия». Но убивали Навального не только они, а в конец перепуганное, местами оскотинившееся, россиянское общество. Вот, например, вечеринка в честь смерти Навального, где толпа скандирует «Тромб, Тромб». Вместо диджея на этом празднике жизни – неонацист Михаил Девинский, недавно вернувшийся с войны и ставший директором детдома в Зеленогорске. Наверное, на этом видео – те самые сиротки, новые подопечные героя СВО. Не остает и остальной глубинно скрепный народ. Путин в смерти Навального ничуть не виновен, ну абсолютно. Причем тут Путин? У нас в стране сложилось мнение, что Путин во всем виноват. Причем здесь Путин? Ну, конечно, нет, но он в тюрьме был, конечно, нет. Мне кажется, это наоборот сделали спецслужбы Америки, чтобы в этой ситуации обвинить как раз-таки эту власть. То, что он умер, как говорится, и х*** с Навального. Он паскуда пускал грязь, это самое, в умы людей. Не знаю, кто такой Навальный. Путин – классный человек. Все знают, что он жил в ужасных условиях, что к нему потеряли каких-то странных людей. Но, в моем личном мнении, что это сделал не Путин, а это вот так же и сложилось. После тяжелых условий тюрьмы просто организм не справился. Конечно, сам к нему подошел и вырвал тромб. Не смешите, пожалуйста, мои подковы. Ему делать больше нечего, чем заниматься вот этой всякой ерундой. Интересно, что бабка, которая последнее дает интервью, уже четко знает, что причина смерти Навального – тромб. А вот Песков и пропагандисты не знают. А вообще формулировка касательно смерти человека, что это какая-то ерунда, которой бы великий Путин не стал заниматься – лишнее подтверждение, что после победы цивилизованного мира на РФ все ее население должно пройти через принудительную гипотинизацию. Для этого достаточно отключить кремлевские телеканалы хотя бы на месяц, чтобы не на Соловьева смотрели, а под ноги, на ценники в магазинах, на свои подъезды, на поликлиники и школы. Там же Путин объявил очередную борьбу с бедностью. Хочется спросить, а как там по трущобам? Победили? Почему сегодня я так много говорю о Навальном? Я хочу развеять иллюзии, что на России само население пойдет сносить путинский режим. Кстати, революции боятся и европейские политики. Мол, наступит хаос в стране, где ядерного оружия хватит для уничтожения всей планеты. Нет. Тамошний народ приучен веками терпеть царя. И для переворотов нужны неординарные и смелые личности. Даже после смерти Навального в рамках огромной страны единицы вышли и вынесли цветы к монументам жертв политических репрессий. И этих одиночек уволокли в автозаки. На 2 марта анонсированы митинги в Москве. Ну, как анонсированы? Партия гражданская инициатива уведомила мэрию Москвы, что собирается провести 2 марта демонстрацию в память о Борисе Немцове и Алексее Навальном. Копию обращения опубликовал глава партии Андрей Нечаев. От этой партии свою кандидатуру выдвигал на предстоящих выборах Путина Борис Надеждин. Его даже показательно не зарегистрировали. Этот политик, которого сейчас, очевидно, попытаются сделать оппозиционером, напомню, заявлял, что Россия не проиграет СВО. Никаких территорий, оккупированных на данный момент, отдавать не будет. Это крымский бутерброд 2.0. То есть любой исход борьбы двух якодзун россиянской оппозиции за пост главного оппонента режиму, Юлии Навальной, огласившей себя продолжателем дела Алексея и Бориса Надеждина, для Украины не принесет ровным счетом ничего хорошего. Случись даже спецоперация Тромб с Путиным, любой его преемник будет заигрывать с электоратом и не прекратит войну с Украиной. Не прекратит добровольно. Поэтому мы должны понимать, что война может идти еще очень долго, и ее исход, к сожалению, будет зависеть от поля боя. Якобы договороспособный Путин – это тот человек, который попрал Будапештский меморандум, а также договор о государственной границе между Украиной и РФ. Он был подписан президентами Кучмой и Путиным 28 января 2003 года в Киеве и ратифицирован парламентами обеих стран. Когда кровавый кремлевский диктатор плачется Такеру Карсону, что, мол, его всегда надувают западные партнеры, он почему-то скромно умалчивает, что там, где эти западники учились лгать и манипулировать, он там преподавал. И не отвечает на главный вопрос – почему противостояние с НАТО происходит на территории Украины, которая никогда не была членом Альянса? И почему освобождение городов Донбасса выглядит именно так? Подписывайтесь на наши соцсети и пропустите главное – не сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова